Зима понемногу вступает в свои права. На улицах выпал снег, а из-за близкой к нулю температуры на дорогах образовался гололед. По указу губернатора Московской области, все дорожные службы в регионе были приведены в режим повышенной готовности. В зимний период в очистке дорог Ленинского городского округа задействовано 47 единиц техники. И работа немалая. Привести в порядок следует более 300 километров дорожного полотна. Первым делом от льда и снега убирают пути общественного транспорта, мосты, опасные повороты, спуски и подъемы. У нас на обработку задействовано 10 единиц КДМ. Это комбинированные дорожные машины. Также задействованы 14 единиц МТЗ для механизированной очистки. И погрузочная техника, это экскаваторы, фронтальные погрузчики. Последние зачастую используются для обработки узких дорог, куда не может проехать специализированная техника. На сегодняшний день их уборка завершается. Для комфортного передвижения жителей по территории муниципалитета на обработку дорог уже заготовлено 240 тысяч тонн реагента и 200 тысяч тонн песко-соляной смеси. Реагентом мы посыпаем только внутриквартальные проезды и дороги, тротуары. Дороги посыпаются песко-соляной смеси. И хочу сказать, что там мамы не переживали, бабушки, дедушки, которые гуляют с детьми на детских площадках. А там ничем посыпаться не будет, там будет проводиться только ручная уборка. Под опекой управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства сегодня находится 553 дома. В 6 утра ее сотрудники уже колят лед, разгребают снег и посыпают дорожки песко-соляной смесью. Реагенты не используют. Так безопаснее для домашних животных, с которыми хозяева выходят во двор. На непредвиденные ситуации стараются реагировать как можно быстрее. Обращения минимальные, да, действительно есть. Там, где действительно бывают, может быть, накладки, или человек может заболеть, или, ну, как-то это. Мы усиляем незамедлительно, проводим беседу с персоналом, вот, и больше это не допускается. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться еще несколько дней. Поэтому борьба со стихией на автомобильных дорогах, тротуарах и придомовых территориях продолжится. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. ВидноэТВ.